Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть на Отрадной Долине. И у нас идет все еще тот же день, в который был на прошлой серии. И на самом деле у нас даже еще не закончилась уборка ржи. Что у нас вообще, друзья, произошло вот за это вот время? Засеялось поле, само собой, это довольно быстро. Да, здесь нужно извести, нужно будет еще посыпать удобрениями. Удобрениями посыпем это не проблема, извести, увы, нету. Также второе поле, уже пошел посев, и в общем-то он, посев идет довольно-таки быстро. Рожь мы здесь почти собрали, я думаю, что здесь, ну на автодрайве еще полчаса максимум. Если что, можно будет в принципе помочь комбайну, но просто сейчас пока светло, хочется поделать всякие другие вещи. Кстати, насколько я, вот мне кажется, озера было меньше в прошлой серии, то есть оно сохнет. Потому что, мне кажется, у нас ил мы собирали, была вода здесь, но это ладно. Также, друзья, на нашей базе, я так понимаю, скорее всего, закончилось производство удобрений. Да, 13904 у нас получилось удобрений, литра. То есть весь ил один к одному переработался, мы один прицеп закинули. И в общем-то, что нам надо вот сейчас сделать, друзья? Нам надо, во-первых, собрать еще ила, запустить производство вот это. Но у нас нет денег на хороший трактор и прицеп. Но знаете, что я подумал, надо сделать? Можно взять кредит. Я не очень люблю все это делать, и можно было бы обойтись без него и просто подождать, пока вот эти ребята закончат работу. Но я не хочу сейчас ждать, потому что снимать потом в потемках мне не очень хочется. Поэтому, друзья, мы покупаем прицеп. Вообще, на самом деле, кстати, можно без кредита обойтись. Можно, кстати, даже вот этот на 52 куба взять. Но я думал изначально вот про этот, на 47. Знаете, со временем нам все равно придется второй брать. Поэтому возьмем и тот, и тот. Давайте начнем вот с этого за 47. Мы его купим. И у нас есть еще один трактор. Чтобы купить трактор для этого прицепа, в идеале, конечно, брать вот эту JCB-шку за 310 тысяч. А средняя JCB-шка, по-моему, 276 стоила, да? А не, 196. Короче, делаем ход конем. Смотрите. Берем вот этот трактор, отцепляем от него бочку. И едем за прицепом. Друзья, это супер медленный трактор. Тут, в принципе, ехать сколько? Ну, полтора километра, чуть больше получилось. До магазина, и это капец как долго. Значит, мы берем этот прицеп и на этом тракторе продаем один прицеп конопли. И зарабатываем все деньги на JCB-шку таким образом. Хитро? Хитро. Или не хитро? Умно. Да? Я надеюсь, он сможет отвезти этот прицеп. Кстати говоря, раз уж мы проезжаем мимо поля, то, наверное, имеет смысл даже посмотреть, работает ли этот прицеп с этим комбайном. А именно, залезет ли он под трубу. В общем-то, сейчас мы об этом-то и узнаем. Если он сможет залезть под эту трубу, это будет прекрасно. Но есть у меня сомнения в этом, если честно. Да, он очень высокий. Это, в общем-то, так не работает. Хотя тут вроде как борта опускались, нет? Нет, это было на каком-то, скорее всего, модовом. А, кстати, вот эта передняя штука опускается. Опаньки. Точно, смотрите, а борта-то опускаются. Правый борт. Но все равно остается вот висеть какая-то вот эта вот штука, которая мешает. Но так он даже, в принципе, попадает. Но невозможно тут попасть. Вроде как он же ровно над трубой находится, да? Начал сыпать. Теперь хороший вопрос, как поехать рядом с этим комбайном. Это можно сделать? Ха. Смотри, так мы сейчас быстро тут все разгрузим. Надо выстроить скорость только 10 км в час. Не, он что-то вообще плохо в него сыпет, в этот прицеп. Видимо, из-за борта. Ну, как бы ж... Я над трубой, правильно? Или это я в глаза, это до того? Да нет, все нормально. Хорошо, допустим, мы поднимем борт. И сразу же все заработало. Чудеса, да и только. Короче, я не буду мучиться с этим. Купим потом новый комбайн и будем работать с новым комбайном. Тут две полоски, пускай маленький трактор это и заканчивает. Я с этим мучиться не буду. Короче, поехали на базу. Выгружаем вот эту вот рожь, которую мы только что каким-то довольно невнятным образом сюда загрузили. И загружаем, друзья, сюда коноплю. Всего у нас в этой самой конопле мы собрали 500 с копейками кубов. Поэтому все, в общем-то, нормально. Денег у нас должно быть много. Да, где ее продать? Блин, ценник падает на нее. Порт Бирмингем. Ну, поехали в порт Бирмингем. Тяжеловато, тяжеловато, конечно, Джоник тянет этот прицеп, но кое-как тянет. Кое-как, с горем пополам. Мы добрались на этом тракторе до порта Бирмингем. Может быть, надо было ехать в другой порт, чуть подешевле это дело продавать и просто не париться. Продаем, в общем-то, этот прицеп и у нас появляются какие-то денежки. И это, конечно же, не может не радовать. 46 тысячи. Прекрасно. В магазине мы, друзья, покупаем сразу новый трактор. Возьмем сейчас все-таки эту Джесси Бишку. Я вот пока ехал, долго думал, брать ее или нет, или поднасобирать на более мощное что-то. В общем-то, решил, что пока что, на данную секунду, нам этого хватит. Потом, со временем, мы купим какой-нибудь трактор, который будет помощнее и будет заниматься перевозками. Джесси Бишки, вот этой конкретно, ее можно будет то ли продать, то ли найти ей какое-нибудь применение. Поэтому не проблема. Поехали, в общем-то, с этим нашим новым прицепом и новым трактором соберем Ил. Я надеюсь, сейчас оно нормально с фрезой заработает. Очень на это надеюсь. Если и этому трактору не хватит мощей работать с фрезой, я вообще тогда не знаю, что думать. Но должно хватить, в теории. Может быть, ему будет тяжеловато, конечно, разгоняться до 60 с полностью загруженным этим прицепом. О, слушайте, ну хотя бы уже 3 км в час он собирает. Это уже что-то. Сейчас работа пойдет. Ну вот и замечательно. Мы быстро набрали первый прицеп. Давайте отвезем и закинем его в нашу штуку для производства удобрений. И второй прицеп, друзья, тоже выгружаем. И, в общем-то, ну почти 100 кубов у нас здесь забито. Возичка, в общем-то, есть. Удобрение производится. Значит, о чем я подумал? Во-первых, я подумал о том, что вот эта вот метка завод загрузка удобрения, это просто гениальное решение поставить завод по удобрениям именно здесь. Вода и ил. Но у меня мозгов не хватило на это, поэтому у нас он стоит на базе. Поэтому приходится ездить. Ну ладно, имеем то, что имеем. Это, в общем-то, раз. Также, друзья, у нас закончил работу комбайн и, соответственно, вот этот вот трактор. Поэтому трактор мы отправляем на элеватор выгрузиться, а комбайн мы ручками везем на базу. Ну и можно его заправить заодно. Хотя, знаете, ручками мне везти его прям неохота и заправим мы его как-нибудь в следующий раз. А может быть, у нас даже и другой комбайн будет в следующей уборке, не знаю. Но, короче говоря, есть. Трактор поехал, фиг пойми, какими кругами, но пофигу. Значит, мы также, друзья, собрали ржи. Ржи мы собрали 462 куба плюс еще 5600, в общем-то, едет сюда. Семян у нас будет просто обосраться сколько. Сколько у нас сюда в переработку влазит? 100 кубов. Два прицепа, в общем-то, берем и загружаем на производство семян. И второй прицеп мы тоже высыпаем. Далее, сколько у нас здесь вместимость по удобрениям? Мне кажется, кубов 10. 50. Черт, много влазит. Но расходуются они здесь медленно. Это хорошо. Значит, что я предлагаю сделать? Я предлагаю взять немножко удобрений, чтобы, ну, запас какой-то был. У нас уже, они уже готовы здесь есть. Правда, есть у меня подозрение, что этот прицеп не залезет сюда. Нет, залез, смотрите-ка. То, что у нас уже произвелось. Мы сейчас это отвезем, высыпем на базу. А какую-то маленькую часть, я не знаю, кубов 5, наверное, имеет смысл высыпать на производство семян. Почему бы и нет? Но еще я, друзья, знаете, о чем подумал? С учетом количества ила и скорости производства удобрений, удобрения это, в принципе, неплохой бизнес. То есть, производить удобрения на продажу. На полях у удобрений не такой большой расход. Поэтому тут весь вопрос в том, как часто этот ил регенерируется на этом месте. Черт, я все удобрения высыпал туда, да? Ладно, бог с ним, тут сейчас произведется еще. Так вот, что я подумал. Имеет смысл зарабатывать на этом деньги. На этом можно зарабатывать неплохие деньги. Но весь этот ил хотелось бы собрать сейчас, и его некуда положить. Сами понимаете, я вам уже рассказывал. Тут его кубов 200-300 есть. Соответственно, 200-300 кубов семян, которые продаются почти по 2000 за куб. Ладно, я на вскидку, конечно, кубов 200 здесь сказал. Но хрен его знает, про сколько здесь лежит. В любом случае, одна полосочка это... Ладно, две полосочки. Полторы. Полторы вот таких полосочки это 45 кубов. То есть, почти 100 тысяч. Как мы видим, здесь лежит много денег. Плюс, кстати, если взять еще во внимание тот факт, что кофе, который у нас здесь засеян, он будет зреть долго. То есть, уборочное будет не скоро. Может быть, пока вот мы ждем созревания, имеет смысл весь этот ил собрать и постепенно добавлять его вот на это производство. И к началу следующей серии у нас будет дохренища удобрений, которые можно будет продать и, наконец-то, поставить топливный завод. Но, видимо, сначала придется, друзья, поставить расширение бункера. А сколько у нас топлива осталось в этой бочке, а? Кто мне скажет? Никто мне не скажет, поэтому мы берем трактор и едем смотреть. Черт, а он наперед не цепляется, а? Какая жалость. Хотя, кстати, он должен цепляться к этому прицепу в теории. Должно быть такое крепление. Но если не сработает, то, в общем-то, отцепим прицеп. Не, не цепляется. Я даже вроде как ровно подъехал. Ну, ладно, что-то я извращениями какими-то занимаюсь. Но я любитель извращений. Че уж тут. Ни для кого не секрет. Три куба, господи, мы почти ничего не потратили. Все, топливный завод не горит. Хотя вот третья серия, и в начале первой я говорил, что надо начинать именно с этого. Короче говоря, не горит, все нормально. А, значит, друзья, что мы сейчас делаем? Мы сейчас отправляем вот этого товарища, чтобы он возил наш собранный урожай и продавал его. Пускай на порт Бирмингем. Потихонечку он его продает, и все у него будет хорошо. Мы же берем кредит. Только потому, что нам можно съездить продать, но будет темно потом. Я не хочу работать в темноте. Нам нужно, чтобы на балансе было 250 тысяч. Мы берем, короче, чтобы было 258. И ставим расширение бункера, о котором я говорил в прошлой серии. Сила экстеншн. Он нам в любом случае понадобится. 5 миллионов у него вместимость. Короче, вот все вот эти бункера 10 миллионов вместимость имеют, а вот этот 5. Ну ладно, я примерно понимаю, как это работает. В общем-то, выглядит не так уж и ублюдски. И давайте-ка мы проверим, чтобы он там подхватился. Выгружаем обратно коноплю. Боже, как ты долго выгружаешься. И жмем, друзья, начать заполнение. И, соответственно, смотрим, чтобы здесь нам доступно было то, что раньше не было доступно. А, видимо, оно это и недоступно. Да. Неужели оно не подхватилось? Это будет катастрофа. Нет, смотрите, медь можно сюда выгрузить. Допустим, мы выгрузим пару литров меди. А загрузить мы ее не можем. Это просто эксперимент. И не обращайте внимания. Но в наших бункерах вот эта вот штука появилась. И медь как бы здесь вот она появилась. 238. Вообще нехорошо получилось, если честно. То есть триггер приемки работает, а триггер выгрузки нет. Видимо, надо будет ставить вот такую вот штуку. И у меня не хватает денег. Расширение элеватора не пустует. Будут проданы следующие виды культур. Ух ты. Ну окей. Продать, да, 125 тысяч. Ну твою ж мать. В два раза дешевле. Интересно, кстати, что у нас здесь по деньгам. Кукуруза будет продана за 11 тысяч, конопля за 314. Рожь вообще почти ничего не стоит. Но мы-то знаем, что это семена. Которые нам так будут нужны. Короче, мы потеряли 125 тысяч денег. Просто за счет моей тупости. Значит, мы берем кредит до 303 тысяч хранилища для карьера. Но Ил в теории тоже сюда высыпается. Тут просто, знаете, вот эти все насыпанные значки. Шесть секций по миллиону. Выбор секций. Не хочу я с этим играть, если честно. Плюс такая довольно здоровая штукенция. Надо по-любому вот эту хреновину ставить. Вопрос, куда? Можно поставить вот сюда. Ага, и тут выгрузка с другой стороны идет. Черт, надо, чтобы с двух сторон было свободно. Ну, как бы вот место неплохое. Дерево, правда, мешает. Блин, ну как красиво там можно сделать, по факту. Ну, черт. Я бы вот здесь поставил, если честно. Дерево, правда, тоже спилить надо тогда. Или давайте поставим вот здесь, и дерево мешать не будет. Предварительно, друзья, давайте еще посмотрим, есть ли там какие-то маршруты автодрайвы. Там могут быть стоянки в этом месте. Но никаких стоянок нету. Какие-то вон две полосочки есть, но это нам неинтересно. Короче говоря, здесь ничего мешать не будет. Хранилище карьерной продукции. 325 тысяч стоит на миллион. А мы собираемся поставить штуку за 300 тысяч на 3 миллиона. В чем разница, непонятно. Тут немножко значки отличаются. А что если там нельзя будет ил хранить? Ил это вот такой вот песочек. Как это запомнить со всеми вот этими вот штуками? Я слабо себе понимаю. Но вот этот значок очень похож, да? И вот этот значок как бы похож на ил. Хоть ты просто вот так и сделаем. Я его, друзья, сфоткаю на телефон. Открою в этом меню. Сравню. И это одно и то же. Значит, это ил. Значит, эта штука должна его принимать. Если она его не будет принимать, это будет просто эпик фейл. И я немножко расстроюсь. Теперь вопрос, как бы это красиво поставить. Вот сюда вот мы его поставим. Это будет довольно красиво. Дерево мы потом отсюда спилим. Сейчас нечем его пилить и впадлу. Также неплохо было бы, конечно, здесь все немножко заколхозить по ландшафту. В принципе, давайте это и сделаем сразу. Вот так вот просто траву всю вот эту уберем. Можно даже вот еще вот так вот это вот все убрать. И с другой стороны это тоже все надо будет убрать. Наверное, вот столько должно хватить. А пускай вот эта вот полянка какая-то будет минимальная. Вообще, здесь была травка, вход с травки. Но в принципе, что, подъезд нормально. Вход, все хорошо. Автодрайв, друзья, я проложу чуть попозже. Сейчас хочется закончить с илом. Вот тут, кстати, уже эта штука заканчивает свою работу. Короче, пока светло, я пошел собирать весь ил, который там есть. А, вот это уж пацана предварительно мы отправляем отбивать наш кредит. Там 300 с копейками тысяч. Надо будет продавать всю вот эту вот коноплю. И самая проблема, что может и не хватить. Я кредиты не люблю, сами знаете. Все, давай, едь, продавай. А я поехал играться с илом. Так, друзья, а вот это уже становится интересным. Возил я тут потихонечку ил. И он начал появляться еще. То есть, в принципе, я так понимаю, особого дефицита. Я просто вот это вот все уже собрал. Особого дефицита здесь появляться не будет. В общем-то, в качестве эксперимента я тогда заканчиваю вот это вот дело. И посмотрю, когда эти горочки вырастут до своего обычного состояния. Также, друзья, в качестве эксперимента все вот эти вот перевозки, которыми я сейчас занимался в таймлапсе, выйдут, точнее уже вышли на бусте. Поэтому, если кому-то хочется посмотреть, то вот эксклюзивчик такой есть. Я пока не знаю, буду ли я это вообще практиковать. Это зависит, конечно же, от того, что под этим роликом мне понаписывают товарищи спонсоры в комментариях. Но ладно. В общем, что за это время произошло? Пару раз продался прицеп. Точнее, пару прицепов. Пару раз продалось с коноплей. Товарищ ездит их, продает. Он молодец. Так, стой пока здесь. Также, друзья, я, короче, решил, что вот это дерево я убирать не буду. Я вот здесь вот такую штуку сделал. Типа травка, листья какие-то, в общем-то, пускай будет. Почему нет? Дерево. Не надо вырубать деревья. Их и так мало на этой планете осталось. Вот. Также, кстати, за это время у нас удобрилось вот это вот наше поле. Нет, это не наше поле. Вот это наше поле. Короче говоря, оно удобрено. И удобрялка ездит, посыпает удобрениями сейчас другое наше поле. В общем-то, он быстро это сделает. И вот уже 7 часов вечера. Ах, да, я же Ила еще собрал. Сколько у нас его получилось? Самое интересное. 282 куба. Ну, не так уж и мало, я бы сказал. Или пойти еще подсобрать, а? Не, народ, извините, почти 12 часов вечера. Почти 12 часов ночи. А, значит, что за кадром будет сделано? Только не говори, что ты поедешь здесь, и этот трактор будет тебе мешать, а? Вроде не будет мешать. Так вот, друзья, что сделается за кадром перед следующей серией? Во-первых, продастся весь урожай, который мы собрали на продажу. С нашего большого, я вот про эту вот травку говорю, которую мы собирали. Закончится удобрение, и я, в общем-то, буду потихонечку мотать время, чтобы созрел этот урожай с кофем, который мы посадили тоже на будущее на продажу. А если, и да, я погашу весь кредит, если кредита не хватит погасить, хотя вообще должно хватить, то 455 кубов еще лежит. В общем-то, я еще погашу весь кредит. Также, за время перемотки я буду следить вот за этими нашими двумя производствами, и если здесь что-то будет заканчиваться, то есть удобрение, рожь, вода и ил, я это дело буду сюда подвозить, потому что ждать созревания, по-моему, придется несколько дней. Кофе зреет падло долго. Ну и, в общем-то, в теории, в следующий раз у нас будет дохренище удобрений, которые можно будет продать. Ну, не то чтобы прям дохренище, но нормально, будет хватать. А также два больших поля с кофем, которые мы уберем и продадим, и это уже будет больше миллиона денег. А значит, можно будет купить и нормальный комбайн, может быть, мы купим территорию и поставим, наконец, топливный завод. Хотя я про топливный завод вот все время говорю-говорю, но все никак это не сделаю, потому что, в принципе, пока что не горит. У нас здесь есть еще три куба топлива, как показывает практика, этого вполне себе хватает пока, чтобы жить на первых этапах. Так что, друзья, как-то так. В общем-то, лайки, комментарии, все как обычно. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующая серия, тем более, что она уже, скорее всего, записана, мне ее только опубликовать надо. И ваши лайкусики скажут о том, что вы хотите побыстрее ее посмотреть. Ну, а если совсем не втерпеж, то, в принципе, на бусте все уже давно выложено, все записано и все выкладывается сразу же там. И за несчастные 100 рублей в месяц можно смотреть абсолютно весь контент с бонусами. Да, я вот такой вот алчный. Шутка или не шутка? Не знаю. Короче говоря, всем огромное спасибо за поддержку. С вами был Никита Дилы и всем пока-ки. Субтитры подогнал «Симон»!